Мишель, как говорит, мне 24 часа да И будет мясо 221 рубль Ну, покой Сейчас топора Кошмар! Ну что, я подписалась? Мама, дорогая! Вау! Пятихарик залетел Всем привет! Это канал А4МУ На самом деле, не прошло недели, как вы собрали 20 тысяч лайков На нашем совместном ролике с Мишель Столько добрых комментариев, столько прям сладких слов было сказано И в мою сторону, и в твою Это было, конечно, очень приятно, и мы хотим это испытать еще раз Поэтому мы снимаем челлендж, как Мишель говорит мне 24 часа да Я не буду тебя жалеть, Мишель Да, ты не будешь татить много денег и много сумм Но ты будешь так себя пересиливать в этом ролике Ну, просто морально Этот видос будет мега насыщенный И будет мясо Ты готова? Готова Готова? Да Погнали? Давай Еще не спрашиваю, зачем нам нужна вот эта вот прекрасная шапочка Это шапочка водителя Ты будешь моим шофером сегодня Я не знаю точно, какие задания мне будет давать Ингелина Но на 99% уверена, что меня заставят ездить на машине Тебе очень идет, кстати И знаешь, на какой машине ты будешь меня возить? На какой? Моя шестерка до сих пор не со мной Поэтому возить ты меня будешь на М3 Е-902 А на заднеприводная? На заднеприводная Мне 420 лошадей И, пожалуй, это одна из самых любимых машин Димы Так, это твоя малышка на сегодняшний день Я буду сидеть у тебя на пассажире Ты будешь водилой Вы тоже беситесь, когда ваша девушка подходит к машине и начинает Ну, открой У меня сердце вот так вот Дань, перекрести Все, мы настраиваем сидение Все, едем Все, давай, тарантайку заводи Мне страшно Что за тремор, Тимак? У меня, когда я сдавала на провал, у меня нога на механике Вот так вот просто с сцеплением Вот так вот Просто дрожало И я боялась, что у меня сейчас просто сцепление слетит И все Торму заживай Я заживаю Короче, мне реально страшно Хотя это 24 часа, да? Но! Мишель! Эта кепка убережет нас от проблем Так, если что Права имеются Стаж больше двух лет А куда ехать? Куда накатится собака? Налево Левее еще Прямо нормально руль держи Ты не цокнешь Не цокнешь О, Артурчик! Артурчик, смотри У меня сегодня водила Какой красивый Привет! Вы похожи, кстати? Мы сестра А у меня, смотри Костянь, Кент классный Привет! Можно поснимать? Да, давай А ты уличный фотограф? Да, я уличный видеокурс Люк Ты еще не понял своей значимости Так, давай, аккуратнее Шапку одень лучше Надевай, пристань Шашку поставь Давай, ангелок Хорошего дня Подо мной М5 Асфальт 8 У нее Биркин Цвета осень Она закурит, но я бросил У тебя реально Ты сейчас Да, ты думаешь Я вот так вот специально делаю Реально Ты хорошо держишься Абсолютно Смотри К тебе подъезжает Тайкан Такой Ты меня смотри Да? Да нет Покажи ему Покажи ему вот так Это задание Покажи ему вот так Я не очень бескрепощенная Ангелина Кошмар Ну что, я подписалась? Молодец Задание выполнено Помнишь, ты просила меня Купить тебе машину На один день А я тебя просто Попрошу купить мне машину Ты согласна? Ты с ума сошла? Откуда я возьму столько денег? Если ты не знала Есть суперудобная штука Чтобы исполнить свою мечту Автокредит от Тинькофф Киндер, я знаю, что многие из вас Мечтают о тачке А с учетом того Как быстро Хорошие варианты сейчас разлетаются Понравившуюся машину Нужно молниеносно приобретать Для такого случая Есть Тинькофф Автокредит Это суперудобный способ Купить понравившееся авто Прямо сейчас По нескольким причинам Во-первых, банк пришлет решение По заявке в тот же день Деньги сможете получить сразу Во-вторых, нужен только паспорт Без правок о доходах И поручителей Ну и самое классное то Что первоначальный взнос отсутствует Не нужно оформлять каско И другие дополнительные услуги Киндеры Я уже вам рассказывала Что Тинькофф Это системно значимый банк Страны, которому можно доверять Уже более 37 миллионов человек Пользуются услугами Тинькофф Блин, реально удобная услуга Ох уж эти эмоции счастья Ничто их не заменит Так что если ты нашел машину своей мечты Воспользуйся удобным автокредитом В Тинькофф Ссылка будет в описании Мы приехали в кофеманию А это значит, что здесь нужно мне будет купить кофе И какой-нибудь маленький такой пирожочек Но, Мишель, ты должна будешь не тратить свои деньги Не тратить деньги Дани, Саше, мои Ты должна будешь купить кофе Используя при этом чужие деньги Каким образом ты их достанешь? Это уже твой вопрос Ничего, боремся социофобик Я не сам не человек Так еще и деньги надо просить в кого-то Это триндец Я сильная независимая девушка И, наверное, что-то связанное с людьми Подходить к кому-то и общаться я не люблю Поэтому мне кажется, что Ангелина сделает на это тоже упор Давайте наоборот Принканем Ангелину Типа, там девушка очень стесняется К вам подойти Но мне очень понравилось Может, к ней купить Настроение ап-ап-ап Я думаю, что можно сразу заказать? Нет, не надо Сразу сейчас я вну У меня мой день, Мишель Я хочу заказать кофе Я сейчас усну Сижу, как девушка В кофемайне ищет мужчин Аколы бизнесе Походу, мы так здесь час потянем В красной кепке сидит Как думаешь? Да или нет? Я чуть не пойму Я же да Думаешь? Я чуть не пойму Просто вот здесь сто Вроде бы попросить Но они обсуждают какие-то бизнес-вопросы Ты можешь найти себе постановку Там три человека Там один Там шанс выше Не могу Мне кажется, тебе просто можно кинуть и все Сейчас я сорвну Запас Мишель сейчас анализирует Кому можно подойти Чтобы попросить для меня кофе и пирожки Кстати, я хочу кето-чускей Смотри, как она волос у себя плетет Мне кажется, в конце дня У нее вообще будет глаз дергаться У меня и так дергается Все, Мишель идет Запрос сделать Господи, боже ты мой Я не могу Я не могу Ладно Все Давай Молодые люди Извините, пожалуйста, что я вас отвлекаю Я проиграла своей сестре одно желание И ее желание следующее Чтобы я попросила Кого-то из присутствующих Заказать ей кофе с пирожным Спасибо большое А какой пирожный вам? Фето-чизкейк Фето-чизкейк? Фето-чизкейк? Да Что-то горят, да У нее голова трясется Да, у нее спишься Молодой пипец Ну ты хорошо У тебя речь так полилась Прям отлично Это может показаться очень простым заданием Попросить у кого-то что-то Но с учетом того, что я никогда, правда, никого не просила Так купить кофе, кроме молодого человека Это было максимально неловко Правда, было очень страшно Вот Но я пересела себя Но не кидайте, пожалуйста, камни в мой окажет За мою, не знаю, неуверенность какую-то Правда, было страшно Вот лично мне, правда, было страшно это делать Все нормально Магер Сейчас уже начинается настоящий экстрим Мишель мега боится высоты И, во-вторых, она боится скорости А сейчас у нас это все совместится в одном кадре А именно мы будем прыгать с тарзанки 60 метров Всего хорошего Ладно, шучу Мы не будем прыгать с тарзанки Ибо я могла бы просто лишиться своей младшей сестры Мы будем ехать по зип-линии Которая длится километр Ну, если бы мы приехали на тарзанку То я бы точно сказала нет Развернулась бы, ушла Это прям вообще нет-нет-нет-нет А зип-лайн типа Вот эта штука, да Я очень реально боюсь высоты То есть на самолетах, когда там момент взлета Когда мы летим Я прям, мне чуть ли не до слез страшно Блин, капец Ладно, меньше разглагольствования Я думаю, что пора начинать эту заварушку А когда не начинали Летс го У нас может быть проблема Связана с тем, что Можно кататься, только Здравствуйте, а подскажите Я правильно понимаю, что можно тем только Кто весит от 60 до 110 килограмм? Да, все верно Сейчас встречный ветер И он подтормаживает вас Есть возможность не долететь Нам, походу, сразу же надо набрать Несколько килограмм Надеюсь, что в одежде я буду весить Но Мишель, она весит еще 49 Давайте мы взвесимся А попробуйте, чем вдвоем, кстати Мы вдвоем просто, это, полетим Гениально Можно, потому что Делаю красотем Да Мишель, давай, 23 часа, да Ты говоришь, еде В тандеме можно будет, это вот такие могут Да, мы так и хотели как раз Ты будешь ребеночком Я буду как, короче, айс, который несет ребенка Ждите меня с первым лучом солнца Я ни разу в своей жизни не летала на зип-линии И не ездила на зип-линии И это, конечно, жестко Мы не просто так приехали в лес И сейчас будем делать здесь кое-что интересное Как ты думаешь, что у Дани в руках? Чувак, это ревчик Котелок И еда какая-то, короче, хавчик Мы сейчас будем готовить в лесу Но не просто, знаете, разложил, да, и сделал пикник А Мишель сконструирует специальный костер Это что, топор? Поставишь на нее котелок И будешь готовить Это топор! Там сосиски, картошка, маршмеллоу Короче, у нас будет пикник на огне Ты делал кто-нибудь такое? Да, с папой И в лагере Все, у человека подготовка есть Шикарно! Погнали! Мы нашли локацию Сейчас Мишель будет сооружать полукошка из кирпичиков Чтобы пламя не разошлось дальше нужного Я очень голодная, поэтому я решила прикусить кешью Это напоминает, как будто Мишель съехала от родителей И сейчас строит свое укромное гнездо Давай ты его положишь, я его разломлю Да не надо мне его разламывать А что тебе? Он слишком большой, а не поместить Да он мне нужен, это чтобы вот сюда у нас будет палка идти, чтобы вешать Ааа, мне лишь бы что сломать Ладно, еще настанет час топора Как вы думаете, эта конструкция выдержит котелок вместе с водой еще? Кажется, конструкция не выдержима, по-моему Нет, 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 чел, пожалуйста Мишель, как ты собираешься поджигать? С зажигалкой У нас же нет зажигалки Ты готовишь еду в полевых условиях Зажигалки нет, нужно будет тебе тереть Ее порвало меня же, я не его немножечко Так, они уже аппетитные будут Так, давайте закинем теперь в рот Вот это вот очень шаткая конструкция Тем не менее, на ней все равно этот котелок варится Я в шоке Еще ужин не готов, но он должен быть очень атмосферным и очень приятным Первое блюдо нашего ужина на открытом огне Это баварская сосиска Тестируем Мишель, это очень вкусно Смотрите-ка, что она еще придумала Мы слышим, что у нас закипела вода Пробуем, откроем Ооо, кипит Ты реально кипяток сделала Брокколи, в принципе, они уже блашированы Так что сейчас мы дадим антелине попробовать Блюдо высокой кухни Ммм, какой аромат Пробуем Это брокколи, прямо сейчас то, насколько она может быть вкусной и из-за того, что она брокколи Кукуруза у нас коптится уже долго, мне кажется, она тоже готова Сейчас Ангелине дадим Пошу десерт Держи, давай, кусай так Горячий? Нормальный Мягко, мягко Ммм, это так вкусно Ставьте палец вверх за вот эту конструкцию Мы находимся на Тайм-сквер Ладно, шутка, это новый Арбат И сейчас Мишель будет бороться со своей социофобией Она сделает так, что социофобия будет ее бояться А именно, ты будешь подходить к людям И в одной коробке у нас будет лежать утка-улитка В другой Пятитысячная культура Покажи Настоящая Твоя цель сделать так, чтобы человек выбрал ту коробку, в которой прячется утка А если я хочу себе уток? Ты хочешь себе утку? Ну а кто не хочет себе утку? Блин, на самом деле, я не знаю, кому еще не будет предлагать Блин, мне страшно Я не могу А чего такое? Все, подождите Ну сейчас, дай, пойдут люди, которые мне нравятся Вот девушки идут Девушки, здравствуйте Мы... Можете остановиться на секундочку, пожалуйста? У меня есть две коробки В обеих из них есть по подарочку Один более классный, другой просто приятный Эту? Открывайте У тебя, ваша рука дрожит, Мишель Открывайте Открывайте Что, коробка я не украду, может? Вау! Пятихарик залетел Поздравляем Крышку возвращаем Спасибо за участие Спасибо большое Чего, такая грустная? Ты не заработала, а я себе утку оставила Она утку Ребята, очень странный выбор, ну ладно Ну а как? Можно я тебе буду зарплату в утку? Нет, давайте вот просто размыслим А что я могу сделать, как я могу сделать так, чтобы они взяли утку? Это первый пробный вариант Ты можешь как-то типа поговорить с ними А вы уверены, что вы хотите брать эту коробку? Молодой человек, остановитесь, пожалуйста У нас игра в одной коробке спрятана пятитысячная купюра Во второй, другой приятный подарок Вы можете выбрать себе коробку и получить подарок Давайте Эксперсизм Наши люди приехали, но не портанут В пензи В пензи В пензи В пензи В пензи Семь? Вы уверены? Я встал просто Молодец Супор просто Я не знаю, просто спрашиваю Ярный Нет Просто где хотите Да Но учтите, если вы вытяните себе коробку не с пяти тысячами, она себе забирает эти пять тысяч, поэтому ее целью может вас сбить Не знаю Сбить с плоти Сбить с дверью Сбить с дверью Вверх Открывайте В какую ночь Открывайте А? В какую ночь Я не помню Мишель, что-то ты сегодня не фартишь вообще, Мишель пока ноль в палке, да, конечно, держи, блин, ладно, что, так, все в голубой у нас, да ладно, мне кажется, это здорово, здесь что так, что так, оба хорошие исходы, да, так, давай, пацаны хорошо как бы идут, давай вон ту копашку. Девушки, можете остановиться, пожалуйста, у нас есть две коробки, в одной из них пятитысячная купюра, в другой просто приятный подарочек, вам нужно выбрать, в какой что. Ну, вы здесь пять тысяч, а здесь пять, да. Открывайте. Какой ты активно согласилась. Наоборот, забирайте, пожалуйста, она коллекционная, между прочим. Спасибо. Вот вам для хорошего настроения. Конечно. Мне тоже жалко, что не выграли пять тысяч. Так, блин, мать-то чего. Мужчины, давай. Раз, два, три, два, три. Здравствуйте. Можно вас на секундочку остановить? Пожалуйста. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вам предложить подарок? Не будьте против, тут есть два подарка. Вот, и вам надо выбрать какую-то коробочку, и там будет приятность. Это ваши пять тысяч. Это вам. Спасибо. Держите, берите. Все, мы сейчас парочку еще. Парочку, пусть он подарит своей девушке подарок. Здравствуйте, можно вас на секундочку остановить? Пожалуйста. Мы вам подарок хотим. Ребята, можно вас остановить, пожалуйста, на секундочку? Ну, на секундочку. Опять пять тысяч просрали. Что ж такое-то? Остановить на секундочку. Спасибо большое. В одной коробочке есть пять тысяч, в другой просто приятный подарок. Вам нужно выбрать, вот. Но в любом случае вы выиграете. Просто выбрать коробку. Выбирайте. Вот это выбирайте. Открывайте. Вы уверены? Да, уверены. Точно? Вот, уточка. Коллекционная утка. Спасибо. Хорошего вам настроения. А интересно, что было в другой коробке? Ты сказала? Да, ты сказала, да. Да, интересно. Там пять тысяч было. А вот покажи, покажи. Давай я тебе покажу. Там не утка, там пять тысяч. Второй раз можешь сыграть? Нет. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Молодец. Да. На самом деле я забыла, что эти деньги идут мне. Ну, пожалуйста. У меня так сложно будет с челочком служить. Ну, все. Ты большая молодец. Ты справилась со своей сциофобией. Сколько раз я уже сциофобия сказала за слово? Много. Вот. Но она большая молодец. Так минимум за это она заслуживает лайка. Ты знаешь, сначала их не ха-ха делали, ловили. Я не знаю, очень страшно. Четыре. Три. 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 А! Они сыродневались! А! Они всех скажут! Они сыграли! Она приезжает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А они сыграли ruhанные с собой! Это если вы хотите процесс encontra tytones! ТО-ТО-ТО-ТО-ТО-ТО. Но снова ты 먹аешь за единой сумас united. А почему? По свежим ощущениям, хоть чуть-чуть поборолась себе страх? Конечно. Ну я бы вот просто так на эту штуку не поехала. Сначала настолько страшно, ты смотришь вниз, там у тебя просто бездна какая-то. Потом вы едете и блин, это прям офигенно, потом. Вот когда уже чуть-чуть привыкнешь, и когда тебе просто ветер вот так пьется, ты чувствуешь, как дышать и вот так вот раздываются. Блин, очень прикольно. Но сначала у меня вот такая была примерная кардиограмма страха. Поначалу, когда нас столкнули, было очень страшно, потом ты уже ловишь кайф, но потом когда ты встречаешь очень сильный встречный ветер, и ты понимаешь, что он тебя как бы выталкивает, ты не можешь нормально спуститься вниз. Это реально страшно. Особенно в Москве реку это прям было вот так вот полыхало. Факты. Итак, следующее задание, мы приехали в один очень известный торговый центр, где есть очень известная торговая точка продуктов. И ты здесь должна будешь найти бабушку, оплатить ей продукты и довести ее с комфортом до ее дома. Вот такой вот у нас благотворительный челлендж. Ну, хорошо. Ты чувствуешь, что тебя уже социофобия начинает не просто бояться, она прям ставит тебя, мне кажется, на один ранг. Давайте пробовать. Сколько тут людей на кассе? Мишель уже ищет свою потенциальную бабушку. Там одна бабушка на кассе работает, и ей можно собрать большого большой пакета продуктов. Собирай. А если она откажется? У тебя фобия какая-то? Да, реально какая-то. Мишель фобия на отказы. Прикиньте. Мне кажется, что ей надо фруктов положить. Положи мои любимые конфеты. Сейчас проверка на сестру будет. Какие у меня любимые конфеты? Они тут есть? Да. Халву ты ищешь? Халва в шоколаде, да. Вот. Я угадала, халва в шоколаде. Вот он. А, вот он. Вот они. Мои любимые конфеты. 221 рубль. О, Крис. Я очень давно не покупала конфеты на развес, но я не думаю, что они такие дорогие. Хотя она просто еще бензин салтом не заправляла. Деньги эфемерные, не приходят и уходят. А вот воспоминания, они остаются с нами. 260 рублей. Вы не подумайте, я не скуплюсь. Нет. Просто я реально удивляюсь, что так дорого сейчас стоят конфеты. Когда я была поменьше и мы это покупали с родителями, мне казалось, что это стоит дешевле. Я предлагаю брать все самое такое вкусное и при этом, чтобы срок годности был нормальный. Я набираю корзину такой, если бы я это брала лично для себя. Вот. Это самый вкусный сыр, который вообще есть на белом свете. А вот это самый вкусный сыр для того, чтобы готовить сырный суп. Не, а превращайся в какую-то суперстазу. Почему у нас какой-то? Да. Ты готовила такой суп? Да. Хлеб пойдемте возьмем. Ты просто посмотри на него. Можем какие-нибудь классные макарохи. Вот это прям макарохи. Я вот себе никогда эти макароны беру, потому что они 200 рублей стоят, но я возьму хоть кому-то их. Реально, блин, 200 рублей макароны, пипец. Не знаю, меня прям жабы душат себе взять макароны за 219 рублей. Я прям чувствую, как моя сестра стала любимицей моих подписчиков после этого видео. Ты посмотри какой... Вот это очень вкусный натюрморт. Гречка с майонезным соусом. Я прям сейчас бы отсюда 8 съела. Значит, так захотелось вам доширака съесть, знаешь, с этого, который сухой. Это прям... Я любила на даче у дедушки есть такое. Возьмем сливки. Вот, вкусноте его папа берет сюда. Внутри бутылки давайте возьмем. Мед возьмем. Я малиновый варень не беру еще. Мы пришли в рай для девочек. Вот, надо бодискраб взять. Смотрите, какие маски классные. Маска, желе, кокос. Блин. Блин, такие милые. Завораживающе. Ботомаска. Мужчина, знаешь, в магазине пока моя женщина выбирает. Давайте ментилярную воду возьмем. А, вот, для одной осталось. Все, берем. И пойдем к мясу. Ой. Извиняюсь. Первая моя мысль, я пугаюсь, что там человек стоит. Потом мой мозг понимает, что это манекен. Я так и хочу посмеяться, что там манекен стоит. Такая... И там человек стоит. Он есть. Он есть. Вот там сидит тетенька-кассир, которой мы хотим сделать неожиданный сюрприз. Мне очень интересно, как Мишель ей об этом потом скажет. Какая у нее будет реакция. Мишель, давай. Здравствуйте. Побольше. Побольше. Побольше, да. Держите. А вы здесь с самого утра работаете? Да. С 10 утра. С 10 утра. А вы здесь каждый день работаете? Я? Да. Ну, 5 на 2 получается. Ну, 5 на 2 получается. Сейчас я дам карту одну секунду. Оплатим? Да. И ты потом просто ей чек положишь и стоишь там, скажешь, это вам. Ты на свои эти деньги купила, которые заработала там, на Арбате? Да. Она потратила это все вот на добрые дела? Давай вот это вот мы на такси дадим. Давай. Здравствуйте. Это меня сейчас поста. Бог Фортем. Вы молодец. Я окажусь с вами. Я таких людей уважаю и даже ценю. Это приятно. Вы очень добрый человек и хорошо относитесь к кем. Вам Бог Всевышний. С нами все. Спасибо большое. Это очень приятно. Давай, Мишель. Дайте, пожалуйста, мы вас еще раз на секундочку дернем. Вот это вот все мы хотели бы подарить вам, чтобы у вас был вкусный ужин сегодня. Если вы не будете против. Мы будем очень рады, если вы сможете это принять. Я не могу взять, потому что нам нельзя брать. А как можем оставить тележку где-то, подскажите? Спасибо большое. Ну, это самое. Лучше кого-то по жилому воскресенье. Мы для вас покупали. Кто-то есть дома у вас? Ну, точно. Давайте вы можете сказать адрес, и мы вот доставку я вызову. Мне кажется, Мишель выполнила задание и хорошо с ним справилась. А сейчас мы переходим к одному еще более страшному, менее социофобному, но более на ощущение так сильно страшному заданию. Let's go. Ребят, это следующее задание, и, пожалуй, я недавно была на шоу, которое называется «Кажется на щупу», и мне было там дико стрёмно. Как бы это со стороны не выглядело, но мне было дико стрёмно, даже с учетом того, что я девочка достаточно бойкая, смелая. Вы видели в ролике у Димы, что я даже змея не боюсь. О, господи! Так у меня была змейка, все хорошо. Но даже мне сейчас очень страшно. Мишель не знает, что сейчас будет. Я уже знаю, что там будет, я уже услышала, что это, кажется, будет... Кажется, нащупал. Нет! Короче, да, поворачивайся. Это то, куда ты будешь ссувать свои прекрасные руки с мейклором. Что ж такое-то? Чёрный ящик. Чёрный ящик. Ты садись вот так вот, удобно. Вы сейчас увидите, что там внутри. Я думаю, вы пожалеете, Мишель. Ну что? Ты говоришь мне да. Сейчас попытаешься отгадать за 10 минут, что там внутри. Все предметы. Ставлю таймер. Раз, два, три. Понеслась. Я не могу. Давай, Мишель ссувай руки. Нет. Суй, суй. Нет, я не могу. Ой, они смотри, как мило соединились. Кто соединился? Давай. Просто берешь две руки и засовываешь. Вот там у тебя? На твоем шоу. Там сто процентов что-то нормальное могло быть хотя бы. Нет. Нет, Даня там был. Даня знает, что у меня есть. Это тебя не укусит. Вся жизнь, которая будет у нас в коробке, это, кстати, первые персонажи, потом будут еще. Они все не кусаются. Они не могут тебя как-то захармить, поэтому спокойно суй. Что там было такое? Ты просто засунул руку, и там была прикрывающая как бы салфетка, чтобы ты не видела, что внутри. Она может на меня прыгнуть? Нет. Я не могу. Ты мешаешь? Что? Это бумажка там висит. Это на ощупь очень приятно, я тебе так скажу. Ты прикинь, она уже 8 минут ломает. Она хотя бы вот этого отгадает. Правее. Да не могу я, Дань, правее. Это очень низкое, оно не может до тебя достать. Сороконожка, что ли? А почему она гадает? Так она же гадалка. Да? А как? Стой, ну это не считается, она же даже не потрогала. А ну все, я угадал. Ну вообще, там есть еще кое-что, тебе нужно угадать. Что еще? Оно живое или неживое? Оно неживое, но когда-то было живым. Ахахахаха. Ты что? Вы что? Вы что? Вы что? Вдохлую положили. В смысле, она умерла? Можно так? Ну она просто холодная, в нем нету крови, в нем нету сердца. А, мясо что ли? Ахахахаха. Прозрела просто. Ахахаха. Ахахаха. Ту-ту-ту. Давай-давай. Просто соприкосновение Адама с Зевсом, знаешь. Ахахаха. Мягче, мягче. Не обижай его. Что это? Ой, фу. Что фу? Шарик какой-то. А почему он сухой? А почему он должен быть мокрым? Ты про вяреное мясо ничего не слышала? Ахахаха! Эта игрушка, какая! О, Серка ножку поцелуй сюда! О, Серка ножку поспал сюда. Аааа! Ааа! Ты злодейка. Как ты злодейка? Аааа! Я понялааааа! И то, что у тебя в машине всегда лежит эти клубничка! Даааа! Ураааа! Она ходила. Она все отгадала. Смотрите на своих друзей. Лакрица, да? Они как кури свернули. Как бы это парни покакал, скажи. До смерти боюсь. Вот это вот. У нее усы кошмар. Ой, господи. Мишень, ну ты же не реагируешь так на себя на зеркале? Она ползет сюда. Она шипит. Она шипит. Охренеть. Такие лапки милые. Игрушку, блин, подсунули. Я думала, мясо там лежит. Смотри, она какую-то звуку дает. Сейчас спою. Сараконожка. Блин, бедные животные. Три, два, один. Старт. Поднимаем. Нормально. Расположилось оно. Можно наводящий вопрос сначала буду спрашивать? Да. Насекомое? А это слишком наводящее, мне кажется. Ну, хорошо, оно летает. Нет. А по стенам может ползать? Да. Значит, это, кажется, нащупал. Где она? Где она? Тут или где? Где? Она смотрит на нас. Ну, как бы, там и там ты засовываешь, она может... Где голова, скажите мне, пожалуйста. Она тут там. Я засуну руку. Да я не засуну вам руку никуда. А-а-а! Да я что-о-о! С минуту сижу тут. Опять. Еще, еще. Еще, еще. Вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Сейчас вниз. А-а-а! Это что, шмей уже? Она просто там осваивает на территории. О-о-о! Это что, змея, что ли? Вы уже положили ее? Змея там? Ну, первый ты отгадал, это змея. Она посередине. Она милая. Она милая. Ты смотришь, блядь, на нее уже. Чуть-чуть-чуть. Вот, 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 да. Вот это? Да. Это что? А-а-а! Это уточка! Блин, а что вы меня так запугивали? Я думала, там, блин, какая-то оса, не знаю. Оса-оса! Ой! Мама дорогая! Офигеть! Ну вот, когда смотришь, вроде не так страшно. Сейчас меня это сейка, комментаторы просто захитят за то, что я не могу руку засунуть. Ребят, пипец страшно. Реально страшно. Я очень боюсь вот этот весь мир животных, окружающий мир. И вот это вот там, ее можно прямо на руки брать, да? Да, давай возьмем. Пипец, мама дорогая. Привет. Привет. Хеллоу. Бонжур. Уйди на мучку. Ты убери ее от меня, я тебя умоляю. Ты не надо, ты уйди от меня. Ну, уйди, пожалуйста. Ну, подожди, да, я привыкну. Привыкни к аппарату. Ой, какая работа сильная. Она такая милая прям. Когда она язычок высовывает, она общупывает помещение. Типа, у нее локатор такой. Готова? Ну, давай. Так. От меня, от лица, от лица. От лица. Это золото дорогого. Не нужно за что-то ухватить, спеши. Мама дорогая. Мама дорогая. Мама дорогая. Мишель, не говори, быстро. Все, все. Уберите, пожалуйста. Ядовь, ядовь. 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 Спасибо. Спасибо. Ребят, для пущего ха-ха, вы хотите положить эту коробочку с нарезанным арбузом внутрь, чтобы Мишель так разыгралась фантазия. Пойдет с человеком нашим. Так, первое запускаем. Кракена главного. Вяленым мясом пахнет. А что там? О-о-о-о-о-а-а. Прилегла. Ладно, думаю, так будет нормально. Припес у них там туса, джусы, рейф, вечеринка просто. Этих у вас пацанов оставим. Не пахнут вообще потом какими-то. Говори, сейчас приеду арбуза поем. Перекус таксиста, чек. Раунд три. Выпускай нашего кракена. Давай последний раунд, Мишель. Сейчас будет самый сложный раунд, потому что мы вообще тебе помогать не будем. Ты будешь только смотреть на наше лицо и угадывать на нашу реакцию. И сама будешь строить свои предположения. Но тараканов там быть уже больше не может, правильно? Почему нельзя было что-то хоть милое дно положить? В смысле? Утка, клубничка. Нет, бабочку посади. Он прям тянется к ней. Ой. Вот тут есть что-то? Это что такое? Там он конкретно под пальцем песок из-за чего. Что меня тронуло? Ой. Нет. Да. Нет. Да. Оно шевелится. Это не одно. Это что? Это вот эти вот для рыбалки, да? Черви такие? Да, это для. Фуууу Но это еще не... Ты одно как бы угадала Молодец В смысле одно? Не ищи в моих глазах ответ Это она меня потрогала? Никто тебя сейчас не трогал Почему она мокрая? Опять туша какая-то Туша Давай двумя пальцами Ой, я его сломала? Ты его убила это арбузик да все два из трех отгали на такие что-то что это трогаешь их дом у них все дома я тебе нужно как-то поближе к себе ладонь держать чтобы узнать что это шла 12 минут это дом он они добрые они дома щас да вот это дом сейчас я буду трогать чем не обманула но дом дом по-другому по ощущениям был не господи моих ой фу пацарь какой-то траканы что ли ну а полное название какое круто я знаю ну чё тараканолог что тараканы да но какие не бывают мадагаскарский . фига тараканолог получается все сестра моя смотри ой фу фу какой кошмар какие личинки огромный трыдец вот это самое приятное привет какие вы хорошие они как будто полированы короче ухл копает полированное смотри какое блестит все мысли сама поднимает их давай 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 да какие у тебя ощущения это ужасно я не перевариваю никаких насекомых вот это вот все и для меня это прям ну это ужасно я бы ни за что не подписалась это даже если меня позвали там на шоу какое-то я бы не согласилась потому что я не я не переношу это вообще ну давай уже залезай что-то нет залезай маршрутку сказал залезать они залезли потомки бежит все по одному какой-то противный образу блин ко мне ребята это наш двадцать четвертый час как ними шей говорит да в таких видочках мы потому что переоделись уже наступил следующий день и сегодня не все заканчивают не да поэтому мне остается время чуть-чуть пошалить мы находимся на карта дрона что ты думаешь мы будем делать кататься на картинге в точку пока миша будет кататься на картинге она должна будет испечь мне пирожки шутка на самом деле ты должна будешь красиво сделать три бублика мы возьмем самый здесь сильный и дорогой карт и на нем должна будешь исполнить три красивых бубляша минуты сможешь тебе же нравится просто я поняла что все задания которые загадывал мишель со стороны может показаться как будто они все тебе вот в негатив да как будто я тебе все не нравится я тебя заставляю а я хочу одно вот кайфовое задание не дать поэтому сейчас будет такое экстремальное достаточно задание как никакой мне автоблока хочется внести немножечко автомобильной тематики но вот она не сможешь мне показать как это делать давай я покажу как это я ставлю вырезку как я на тимоти картинге дрифтану нормально прям переди мы идем и моя девочка это было хорошо это было понтово как тут получите я пока не знаю и как доли площадь давай попал давай давай девочка и и и и Умница, перфето, да. Все, прокатимся? Давай. Все, мы идем кататься. На старт, внимание, марш! Сейчас не работает, конечно. Ребят, вот и подошли к концу 72 часа, как мы снимаем этот видос. Поэтому я ожидаю ваших пальцев вверх за то, что Мишель вынесла это время со мной. Как минимум 24 часа она была со мной рядом. Так еще и выполняла задания, которые я ей даю. Я надеюсь, что я не была каким-то извергом и кракеном. Я хорошая старшая сестра. Да. Вот, и тебе понравилось? Хороший, 72 часа. Короче, на самом деле, хочу сказать вам, вы просите много показывать Мишель, но Мишель не очень хочет этого, поэтому, чтобы Мишель больше появлялась на моем канале, нужно ставить пальцы вверх. Это будет основным стимулом Мишель к появлению видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте ваши пальцы вверх и, пожалуйста, не пишите ваши хитерские комментарии. Если они у вас есть, то ставьте их, пожалуйста, у себя в голове. Не расстраивайте нас. Спасибо, что досмотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok